Плаваем Здравствуйте, друзья! Ворчуны-автомобилисты, путешествуя по стране, любят говорить В России две беды – дураки и дороги Из русских классиков кому только не приписывают это меткое выражение Однако, уверяю вас, ни у Гоголя, ни у Салтыкова-Щедрина, ни у Пушкина такого выражения нет Эта фраза – чистой воды народное творчество Но проблемы с дорогами, увы, действительно есть А поэтому в нашей стране актуальны автомобили специального класса, которые называют внедорожниками Вот о них я и расскажу вам сегодня А пока посмотрите транспортные интересности, которые я нашел для вас в интернете Идея создать ранец, с помощью которого можно было подниматься в воздух Давно будоражат конструкторские умы Первый пример такой конструкции – это ранец Мартин Джет Пак, уже успевший установить рекорд Второй пример – аппарат Джет Лев, который работает на водометном движителе Он сумел только частично реализовать идею полета, так как этот агрегат, по сути, все равно остается в воду Теперь весь изобретательский мир обсуждает еще один проект Под названием «Джет Вест», на который активно собирают средства «Дитер Штурм» и «Джеев Сеймон» По главу идеи они ставят дешевизм у полета из-за использования реактивного двигателя Каждый ранец будет оснащен четырьмя микрореактивными турбинами Суммарная тяга которых превысит 180 килограммов В качестве топлива будет использоваться популярный и дешевый авиационный бензин По предварительным расчетам запаса топлива хватит на пять минут работы двигателей На данный момент существует только один прототип реактивного ранца «Джет Вест» «Джет Пак» Правда, как он летает, мало кто видел Покорять космос теперь будет намного удобнее НАСА продемонстрировало новый тип скафандра для космонавтов Который очень похож на одежду персонажа из мультфильма «Истории игрушек» Такая же бело-зеленая отделка и большой полусферический прозрачный купол Скафандр называется «Зет-1» Основное его отличие от предыдущего поколения скафандра в том, что вход теперь расположен на задней панели Это нужно для упрощения процесса облачения космонавтом Материал из нейлона, покрытый полиуретаном, более эффективно контролирует давление Кроме того, улучшена и сама конструкция Теперь астронавты смогут двигаться более естественно и легко На спине костюма в гигантском рюкзаке планируется разместить люк-шлюз С помощью которого можно будет пристыковаться к космическому кораблю или другому транспортному средству Не тратя время на выравнивание давления Новая технология также позволит создать более эффективное охлаждение и улучшит отвод углекислого газа Знакомьтесь, новый изящный автомобильчик под названием «Эльф» Первые прототипы собираются конструкторами компании «Органик Транзит» на площадях бывшего мебельного склада в Северной Королине «Эльф» в документах зарегистрирован как велосипед и рассчитан на перевозку одного человека и ручной клади Силовая установка гибридная «Эльф» передвигается либо на электрической тяге, либо на педаль Аккумулятор заряжается 60-ваттной солнечной панелью и механической работой педали Самые ленивые могут заряжать свой транспорт от розетки У «Эльфа» отсутствует подвеска, так как высокие колеса обеспечивают достаточно мягкий ход На полностью заряженном аккумуляторе он может проехать 48 километров Рама сделана из частично переработанного алюминия И помимо веса человека способна выдержать до 8 сумок или 158 килограммов груза Колеса 36-спицевые, тормоза дисковые «Эльф» достаточно узкий, чтобы вписаться в велосипедную дорожку Он оснащен диодной светотехникой Передние фары, стоп-сигналы, маркеры и поворотники Поликарбонатное лобовое стекло устойчиво к ультрафиолетовому излучению Создатели планируют собирать около тысячи автомобилей в месяц Если, конечно, будут заказы Чтобы проехать по большинству дорог в России, конечно, нужны автомобили Внедорожники Давайте сразу разберемся, что это такое Внедорожник Обобщенное название транспортных средств повышенной проходимости В русском языке к легковым автомобилям такого типа часто применяется термин «джип» А вот это интересно Дело в том, что джип сегодня – это конкретная марка автомобиля Но в транспортной истории с этим словом произошло много метаморфоз Как и всякая интересная история, история джипа полна разных версий и необъяснимых фактов В 1936 году в Америке вышел комикс, героем которого стал забавный зверек Желтое существо размером с собаку Но с медвежьей головой, большим носом и длинным хвостом Звали героя Юджин Джип Маленький, ловкий и удивительно умный он всегда готов был прийти на помощь И мгновенно перенестись в любое место Американцы так полюбили джипа, что это имя стало нарицательным Назвать джипом смышленого малыша было лучшей похвалой для ребенка А уж какую только технику не называли в честь Юджина Джипа И спортивные самолеты, и фермерские тракторы, и армейские вездеходы Примерно в это же время, в конце 30-х годов прошлого века В мировой политике обстановка накалялась Многие страны готовились к войне и активно разрабатывали военную технику В американской армии в то время были распространены мотоциклы с колясками И было решено заменить их простыми, надежными, выносливыми и проходимыми автомобилями За дело взялись три компании Ford, Bentham и Willis Overland Есть версия, что первым в 1940 году Внедорожник сконструировал инженер компании Bentham Карл Пробст А все остальные модели были всего лишь его модификацией И тем не менее, в конкурентной борьбе победил автомобиль фирмы Willis Не последнюю роль сыграла цена машины Всего 750 долларов Представьте себе, в то время американский внедорожник стоил столько же, сколько сейчас стоит мобильный телефон Когда в начале 1941 года новый внедорожник показывали публике перед зданием конгресса в Вашингтоне Кто-то из военных водителей сравнил небольшой маневренный автомобильчик с героем комиксов джипом А уже на следующий день все газеты написали, что теперь джип будет воевать в американской армии Так это прозвище закрепилось за внедорожником Чуть позже свой вариант автомобиля показала и компания Ford В технической документации эта машина была обозначена аббревиатурой GPW Эти буквы означают следующее G Слово General, что означает общее P Слово Proposal, это назначение Дело в том, что эти военные машины проходили по классу машин общего назначения Ведь никакой специальной боевой задачи перед ними никто не ставил А вот буква W Означало, что автомобиль выпускается по лицензии фирмы Willis Первые буквы аббревиатуры GP совпали по звучанию с армейским прозвищем Jeep Так это название за внедорожниками закрепилось и пошло гулять по свету как название целого класса машин В итоге оба производителя получили заказ американского правительства на выпуск полутора тысяч машин Активное производство началось в 1941 году Оба автомобиля были оснащены силовым агрегатом от Willis и трехступенчатой трансмиссией Вес машины около 300 килограммов Максимальная скорость, которую мог развивать маленький вездеход, составляла около 105 километров в час В салоне могли спокойно расположиться четыре человека В общей сложности в то время выпустили 360 тысяч экземпляров таких машин В 1942 году правительство нашей страны заключило договор о помощи с американцами И внедорожные Willis стали поступать на вооружение Красной Армии Нередко их использовали как командирские автомобили и тягачи небольших противотанковых пушек Чаще всего в СССР Willis приходили в полуразобранном состоянии в транспортной упаковке Причем это были машины с конвейера, прошедшие обкатку и вновь разобранные для отправки Бойцы очень уважали Willis в основном за то, что их конструкция позволяла ехать, свесив ноги наружу Чуть что, можно было спрыгнуть и залечь в кювете На фронте Willis оказался незаменимым Надежный и выносливый джип вручал армию в самых сложных ситуациях Он возил боеприпасы, тянул за собой пушки, работал почтальоном, связистом и разведчиком Проходимость Willis оказалась выше всяких похвал А груза он брал вдвое больше расчетного В чем же была главная особенность армейского внедорожника? В том, что это очень проходимая машина, у которой ведущими были все четыре колеса Что значит выражение «ведущие колеса»? Сейчас объясню Надеюсь, вам понятно, что автомобиль не телега Колеса в автомобиле сами крутиться не будут Для этого нужен двигатель Двигатель с помощью системы шестерен и валов создает крутящий момент Который передается на передние или задние колеса Одним словом, в обычных автомобилях двигатель непосредственно приводит в движение передние или задние колеса В таких случаях машины относят к передней или заднеприводным А у внедорожников привод полный Часто машины с таким приводом маркируют формулой 4 на 4 Это означает, что у автомобиля четыре колеса и на все четыре передается тяговая сила двигателя Как-нибудь в другой раз мы разберем с вами все минусы и плюсы разных колесных схем А пока лишь скажу, что автомобили с полным приводом предназначены для езды на всех типах дорог и на пересеченной местности Теперь понятно, почему внедорожники так любят в России Пересеченной, холмистой, неровной местности у нас хоть отбавляй Между прочим, еще до того, как к нам пришли первые Виллисы Наши инженеры решили не сдаваться и сказать свое слово в негласной гонке за лучший внедорожник А легенда гласит вот что 1940 год Просматривая американский журнал об автомобилях Начальник главного автобронетанкового управления Красной Армии Генерал-майор Тягунов увидел сообщение Американцы наладили серийный выпуск джипов Бентам Нашему генералу это не понравилось И он решил, что будет у нас свой, советский Бентам Руководство армии и страны дало инженерам задание Разработать автомобиль, ни в чем не уступающий прототипу Жестко оговаривались технические требования к узкой колее Длине машины, грузоподъемности в 400 килограммов И сроку службы в 5000 километров В рекордно короткие сроки за 51 день Конструкторы разработали первый советский внедорожник ГАЗ-64 Готовили его в основном в качестве командирского автомобиля Двигатель ГАЗ-64 отличался от предшествующих движков Совершенно другим карбюратором, радиатором и иным водяным насосом Несмотря на наличие у этого автомобиля прототипа Все же нельзя считать советский внедорожник клоном американского Машина была построена на укороченном шасси от машины ГАЗ-61 Да и другие узлы и агрегаты были позаимствованы от уже серийно выпускавшихся автомобилей Фронтовики прозвали машину Иван Виллис За то, что он имел сходство с оригинальным Виллисом А еще этот автомобиль бойцы иронично называли Козликом Скакать он мог по любому бездорожью В феврале 1943 года советские конструкторы представили более усовершенствованную модель военного внедорожника ГАЗ-67 Эта машина должна была стать легендарной Конструктора Виталия Грачева даже представили на главную в стране сталинскую премию Увеличенные колея и дорожный просвет Мощные гидравлические амортизаторы Чтобы машину меньше подбрасывало на кочках Особые шины с рисунком протекторов, которые повышают проходимость по сложным поверхностям, влажным грунтам и рыхлому снегу Особенности мощного двигателя с увеличенным крутящим моментом позволяли машине подниматься по склону в 45 градусов Открытый кузов с тремя сидениями на четырех человек Место для размещения стрелкового оружия, боеприпасов и раций Эти и другие особенности делали ГАЗ-67 уникальной машиной для военных операций Но в производство ее запустили только в 1944 году, под конец войны А премию конструктору так и не дали Но машина получилась неплохой Внедорожники – это отдельная страница в истории транспортной техники Мы еще вернемся к этой теме, в которой что не машина – легенда А пока ответим на письмо, которое пришло в адрес нашей программы Арсений Букин из Воронежа просит рассказать о снегоходах Это тоже отчасти внедорожник Николай, спасибо за поездку сначала Итак, ну а теперь давайте разберемся, что же это такое – снегоход Этот снегоход называется «Буран» – Рыбинского производственного объединения моторостроения Они начали выпускаться в нашем еще далеком Советском Союзе в 1900, дай бог памяти, в 1972 году Почему именно такой популярностью он пользуется? Ну вы понимаете, вот если человек живет где-нибудь, может быть, в тундре, в лесах, в заболоситых участках Он очень изменимый, если прицепить к нему, например, какие-нибудь санки Можно вывести и улов, и добычу Медицинскую помощь Медицинскую помощь, почту Снегоход имеет очень большую площадь соприкосновения со снегом Он не проваливается, он высокопроходимость имеет Как в детской песне поется Там, где пехота не пройдет и бренепуезд не промчится Там пролетит большая птица Это про снегоходы, а не про самолеты, как вы подумали Так, ну что, по виду это обычный мотоцикл Да? Ну, судя по рукоятке газа, сцепление, ну и все Только тема отличается, что не два колеса, а гусеничный ход Да, могу вас немножко поправить, здесь сцепления вообще нету Вообще сцепление нет? Это рукоятка, это рукоятка тормоза Здесь вариаторная система, газу даешь, вариатор один сжимается, другой разжимается, и снегоход едет Единственное, стоит только вот эта ручка, которая приключается вперед, нейтралка и назад То есть две скорости? Две скорости, передний и назад Вперед и назад, две скорости, все очень просто Все очень просто, да А какой мотор, можно посмотреть, что там за мотор стоит? Мотор двухцилиндровый, 640 кубических сантиметров Сейчас, конечно, делают гораздо лучше моторы, мощнее Но этот древний, выпуска 1982 года Мотор воздушного охлаждения Вариаторная система стоит, вот, пожалуйста, в этом вариаторная система А поподробнее, что такое вариаторная система? Ремень передает усилие с мотора на реверс, а реверс передает через цепь на гусеницу Ну, знаете, судя по мотору, мне казалось, он намного больше, потому что, если смотреть, а это какой-то маленький, как от мопеда Ну, понимаете, некоторые даже умельцы ставят сюда мотор от машины, например, АК Да, и прекрасно ездит С ребятами, которые сейчас тоже занимаются вместе с нами вот этой техникой В дальнейшем у нас тоже такая мысль, а есть поставить сюда мотор от достойной нашей техники АК На спидометре написано максимальная скорость 150 км Ну, 150 не знаю, но 120, он по спортивной нашей, как бы, системе 120 ездил Так, ну, гусеничный ход, я понимаю, зачем лыжи-то впереди? Это такая техника, колесо сюда не поставишь зимой, значит, лыжа Маневренность его, ну, скажем так, не особо хорошая, почему? Потому что одна лыжа, радиус поворота у него на самом маленьком ходу, где-то метров шесть И то это по целине, не паукатно Паукатному снегу можно, если использовать некоторые приемы торможения и вождения, можно развернуться практически на месте А снегоход, он поэтому называется снегоход? То, что его можно использовать только зимой? Если какая-то влажная попадается среда, там, вода или что-то проступает, да К сожалению, тут сразу забивается гусеница, да, и снегоход уже горит ремень и не едет Все-таки недаром он называется снегоход, на нем надо ездить именно по снегу, а не по аспальту и не по воде и не по грязи Некоторые снегоходы сейчас делаются две лыжи, одна гусеница, да Ну, они помощнее и, как бы, поскоростнее, но проходимость они теряются из-за того, что у них перед тяжелый двиг листает, две лыжи Если по целине он поедет, перед проваливается, а мощи много, гусеница узкая Ну, не широкая, узкая, да, гусеница, она просто взрывается, и он стоит на месте, газует фонтан снега, и все, здрасте, приехали А на этом снегоходе две гусеницы, получается? На этом снегоходе, да, две гусеницы, и по сухому снегу он прекрасно идет, по-любому В Мурманске мы ездили, глубина снега 2 метра где-то была, и мы прекрасно ездили, и соревнования даже проводили на этих снегоходах А вы участник соревнований? Да, неоднократно участник соревнований, призер чемпионата России, первое место занял На снегоходах? На снегоходе в Мурманске, да Вот ребятишек сейчас научим, и они продолжат наши славные традиции гонщиков Тоже поедут на снегоходах? На снегоходах, да, сейчас опять собираемся возродить соревнования между Рыбинском и Химками Традиционные сделаем, опять же, на снегоходах, именно Буранах, не других снегоходах, а именно Буранах Он действительно смотрится как танк, какой-то вездеход, такой здоровый, большой, основательный Поэтому внушает уважение, и, конечно же, название, чего стоит Буран, ух! Ну что, Николай, спасибо вам большое за рассказ, спасибо за то дело, которое вы делаете Ну и, конечно же, новых побед, а мы с вами увидимся в студии Ну что ж, на сегодня наша программа подходит к концу, а это значит, пришло время для традиционной задачи Вот условия Решили посостязаться два автомобиля, американский Виллис и советский ГАЗ-61 Кто быстрее доедет от Тамбова до Сыктывкара? Расстояние приличное – 1540 километров А теперь смотрите и слушайте Какие данные вам понадобятся для расчета этой гонки? Максимальная скорость Виллиса – 104 километра в час ГАЗ-61 разгоняется до 105 Виллис расходует 12 литров на 100 километров, а ГАЗ-17 Объем баков у американца 57 литров, а у нашего – 60 А на одну заправку у каждого автомобильчика уходит 20 минут Кто доедет быстрее? Ответы на задачку и вопросы о любой транспортной технике пишите по адресу Москва, Марксиская, 34, корпус 7 Или оставляйте на сайте радостьмоя.ру Удачи на дорогах, на земле, на воде и в небе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова